Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Здравствуй, Дедушка Мороз. Главный новогодний чудотворец зажег в Заречном огни на елках. Здравствуйте! Вот видите, когда все дружно и чудеса сбываются! Лебедей и клумбы в утиль. Детские сады Заречного избавляются от самодельных украшений из автомобильных шин. Мы сейчас закупаем новые малые формы, обновляем все игровые элементы на участках, поэтому вот решили избавиться от старых колес. Сурский край без наркотиков. Прокурор Заречного наградил победителей областного конкурса антинаркотических видеороликов. Эти ребята, они уже неоднократные призеры. У них получается и есть творческое начало, и технические какие-то моменты в создании видеороликов. И теперь об этих и других новостях подробнее. Заречный с официальным визитом посетил Дед Мороз. На тройке лошадей он вместе со своими сказочными помощниками объехал все городские елки и зажег на них праздничные огни. Официальный старт новогодних торжеств в репортаже Ксении Тризны. 18 декабря в Заречном произошло первое зимнее чудо. Наконец-то пошел такой долгожданный снег, который укрыл серый асфальт и подарил всем горожанам новогоднее настроение. По свежевыпавшему снежку в Заречный на тройке лошадей прибыл Дед Мороз. У него очень важная и почетная миссия – зажечь новогодние огни аж на шести городских елках. И у каждой главного зимнего волшебника ждали взрослые и дети. Первый раз пришли. В том году пропустили, только Дед Мороз видели, как мимо проехал. Ну так все, мы уже вторую елку посещаем. Первая была около Нивермага, потом сюда пришли, ждем Деда Мороза. Каждый год ходите на такой праздник или нет? Нет. В этом году решили посмотреть. Деда Мороза поздравить. Вы ему шоколадку принесли? А как вы думаете, какие шоколадки любит Дед Мороз? Все. Шоколадные. Нет, ну там бывают горькие, бывают белые, бывают молочные. Все. Вкусные. Прежде чем приступить к основной задаче, зажению огней, нужно было выполнить промежуточные, преодолеть все препятствия, мешающие приходу торжества. В этом активное участие приняли юные зареченцы. Пока Дед Мороз ехал к ним, они вместе со сказочными персонажами пробовали развеселить царевну Несмеяну, перевоспитать бабу-ягу или разоблачить волка, который прикидывался главным зимним волшебником. Ну и после того, как все дела сделаны и неприятности устранены, можно всем вместе произнести самое важное новогоднее заклинание. Я, Господи, я, Господи! Вот видите, когда все дружно и чудеса сбываются! Общегородской праздник «Зажение огней на елках» – многолетняя традиция в Заречном. Он помогает всем – и взрослым, и детям – попасть в сказку и проникнуться атмосферой предновогоднего волшебства, когда сбываются все загаданные желания. Желание уже придумали, какое загадаете на Новый год? Да. А мне скажете? Нет. Почему? Не сбудется. Не сбудется. Возражение резонное, спорить смысла нет. Но ничто не мешает подарить теплые пожелания окружающим. Здоровье самое главное и счастье дома, ну и в личной жизни, в семье. И чтобы пандемия закончилась. Здоровье, счастье, любви, чтобы никогда никто не ссорился. Чего пожелаете себе и всем остальным в наступающем году? Чтобы коронавирус закончился. Ну конечно здоровье самое актуальное, ну а все остальное заработается, купится, ну хотелось бы конечно денег побольше. Огни на елках горят, а это значит, что до самого волшебного и таинственного праздника в календаре осталось совсем чуть-чуть. Новый год наступит уже через 11 дней. Ксения Тризна, Вячеслав Кюртаев, телерадио, компания «Заречный». В 2022 году существенно расширится функционал портала госуслуги, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Там появится еще более 100 региональных серверов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано, сказал он на совещании со своими замами, сообщает РИА Новости. В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость. Это удобно. Тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город, объяснил глава Кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтов профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще. По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья. Детские сады Заречного начали избавляться от самодельных элементов ландшафтного дизайна. На смену малоэстетичным и экологически вредным лебедям и клумбам из старых автомобильных шин придут современные малые формы. Ну а покрышки пойдут в переработку. Централизованный сбор автомобильных шин ведется в Заречном уже пять лет. За это время из гаражных кооперативов было вывезено на утилизацию более 38 тонн старых покрышек. Теперь пришла очередь освобождать от неэкологичных и сомнительных в эстетическом плане украшений территории детских садов. Детский сад номер 17 полностью избавился от неэкологичных цветочных клумб и игровых элементов. Раскрашенные старые автомобильные шины, которые служили своеобразным декором территории, отправлены на вторичную переработку. Родители наших воспитанников поддержали нас в этом вопросе, помогли выкорчевать, все складировать в одно место. Так как мы сейчас закупаем новые малые формы, обновляем все игровые элементы на участках, поэтому вот решили избавиться от старых колес, чтобы было чисто экологически. Сбора отработанных автомобильных покрышек в Заречном ведется в рамках муниципальной программы «Городская среда» с 2017 года. За 4 года было утилизировано более 38 тысяч килограммов старых шин. Вывоз проходит на безвозмездной для горожан основе за счет средств муниципального бюджета. Жители города были заблаговременно проинформированы о том, что могут вывезти все свои ненужные запасы шинов. Шины нужно было вывозить и складировать вдоль контейнерных площадок, расположенных в гаражных и погребных кооперативах города. Шины относятся к четвертому классу опасности и подлежат вторичной переработке, которую осуществляет специализированная организация. Старые автомобильные шины после переработки получат вторую жизнь. Из них сделают пиролизное масло, которое может применяться в котельных. А вот использование отработанных покрышек в качестве украшений городских дворов или территории образовательных учреждений никакой пользы не принесет. Специалисты считают, что на солнце шины выделяют в воздух и почву опасные вещества. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И об эпидемиологической ситуации. Почти 82,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие трое суток. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет почти 10,25 миллионов. Следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Выписаны по выздоровлению за три последних дня свыше 100,5 тысяч человек. 3 118 пациентов спасти не удалось. За все время вылечились более 9 миллионов россиян. Жертвами заболевания стали свыше 298 тысяч человек. В Пензенской области с 18 по 20 декабря зарегистрировано 929 случаев заражения коронавирусом. Более 1700 человек выздоровели. 22 пациента с COVID-19 скончались. С начала пандемии в регионе выявлено свыше 98 тысяч 600 фактов инфицирования. Более 76 тысяч 100 человек вылечились. Число летальных случаев превысило 4,5 тысячи. Зареченские педагоги в числе победителей конкурсной программы проекта школы Росатома. В профессиональном состязании учителей, внедряющих технологии федерального государственного образовательного стандарта, в категории МЭТР первого места удостоена Мария Фадина, учитель русского языка и литературы, гимназии номер 216 дидакт. И сегодня Мария Александровна гость нашей постоянной рубрики «Актуальное интервью». Встреча в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Студентов Зареченского технологического института вызвали в прокуратуру. Но повод для визита к представителям ОКО Государева самый, что ни на есть приятный. Андрей Дельцов, Артем Атянин и Максим Ланцов награждены за победу в областном конкурсе социальных видеороликов «Молодежь против наркотиков», проходившем в рамках акции «Сурский край без наркотиков». С подробностями Светлана Теплухина. Всего за 20 секунд экранного времени студенты Зареченского технологического института успели сказать очень много о том, как важно принять верное решение и суметь вовремя ответить «нет» сомнительному предложению. Эту работу ребята подготовили к областному конкурсу «Молодежь против наркотиков». У нас у всех очень большой интерес к этим работам, потому что, во-первых, это интересно делать, этим интересно заниматься. Снимать это сейчас очень популярно и модно, и вот это нам нравится снимать, потому что сейчас везде есть камера, везде есть все, и все это будут смотреть. Для Андрея Дельцова и его товарищей Артема Атянина и Максима Ланцова видеотворчество – это еще и возможность высказать свою жизненную позицию. Это реклама, реклама – это очень хорошо, если ее будут продвигать, чтобы ребята не занимались этим плохим действием, принимать эти плохие вещества. Это очень вредно. А мы против этого. Мы реально против. У нас ребята, которые там занимаются, они все спортсмены, и у них нет вредных привычек. Видеоролик Зареченцев получил высокую оценку жюри областного конкурса и занял первое место. Творческое состязание организовала прокуратура региона в рамках акции «Сурский край без наркотиков». Студенты ЗТИ – уже постоянные участники и победители подобных конкурсов. Эти ребята, они уже неоднократные призеры. У них, получается, и есть творческое начало, и технические какие-то моменты в создании видеороликов. Поэтому мы за них рады. Мы видим, что в основном молодежь сейчас все-таки выбирает здоровый образ жизни. Не поддается тем соблазнам нехорошим, которые есть в жизни. И вот мы только рады этому. В канун Нового года прокурор города вручил студентам заслуженные награды. Но победа – не повод останавливаться на достигнутом, считает творческое трио. И уже готовит идеи для новых проектов. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские спортсменки завоевали пять медалей открытого первенства города Пензы по фигурному катанию. На соревнованиях они представили новые программы, которые готовили к очередному спортивному сезону и едва успели обкатать на льду. Ксения Тризна с подробностями. Два серебра и три бронзы завоевали зареченские фигуристки. Наши юные спортсменки приняли участие в областном открытом первенстве «Сурские коньки». Эти соревнования проводятся ежегодно, и мы постоянно принимаем в них участие. В этот раз мы были в составе 35 человек, от юного фигуриста до первого спортивного разряда. На соревнованиях фигуристки выступили с программами, которые подготовили для этого спортивного сезона. Вместе с тренерами девушки подбирали музыку и образы. Готовили мы ее еще летом в зале, а потом уже, когда залили лед, мы ее вынесли на лед и с тренерами уже ее здесь отредактировали. Ну, в принципе, программа нежная, аккуратная. Мне, в принципе, нравится. У меня музыка пиратов Карибского моря. Мой стиль – пиратка. Музыка очень ритмичная и довольно быстрая. Она мне нравится. Там очень много дорожек разных и движений, которые мне очень нравятся. Некоторые прыжки сложные, которые не всегда удаются, а некоторые для меня легкие. К выступлению каждой спортсменки судьи предъявляют целый ряд требований. Фигуристкам нужно не только чисто и правильно выполнить все элементы, но и соблюсти ряд критериев. Дарья Малашина стала бронзовым призером соревнований. Она уже определила, над чем нужно работать, чтобы улучшить результат. Улучшить нужные компоненты – это мастерство катания и прыжки немного подработать. Мастерство катания – это что? Это скольжение и актерское мастерство на льду. На соревнованиях спортсмены могут не только завоевать заветные медали, но и сдать на разряд. Для этого им нужно набрать определенную сумму баллов за технику и выполнить обязательный набор элементов. Кристина Кулькова получила первый юношеский разряд. Я сдала разряд и хрупнула все прыжки, вращения, все у меня получалось. Прыжки двойные, вращения уровня первого, второго – желательно. По итогам соревнований разряд получили четыре зареченские фигуристки. Все представительницы нашей команды постоянно совершенствуются и готовы разучивать новые элементы, чтобы повысить мастерство. Я бы хотела выучить дупель и двойной флип. Это сложно, да? Ну да. Эти и другие элементы обязательно пригодятся спортсменкам в будущем. Возможно, они украсят новые соревновательные программы или спектакли на льду. Одно из таких представлений горожане увидят в конце декабря. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Очередные матчи чемпионата любительской хоккейной лиги «Заречного» прошли в спортивно-культурном комплексе «Союз». Команда пожарных «Пламя» с минимальным преимуществом победила «Вымпел», представляющий войсковую часть 2-1. Счет в первом периоде открыл ветеран хоккея 61-летний Анатолий Сумбаев, играющий за «Вымпел». Дубль у пожарных сделал Михаил Акуньков, забивший по одной шайбе во втором и третьем периодах. Сборная силовиков «Динамо» уступила спортзоне 1-3. В первом периоде счет открыл Кирилл Кулагин из спортзоны. Еще две шайбы забросили во втором периоде его одноклубники Алексей Брянкин и Павел Морозов. Гол престижу «Динамовцев» забил Саввел Мкратчан. Через пару минут нас ждет встреча с победителем конкурсной программы проекта «Школа Росатома», учителем русского языка и литературы гимназии номер 216 «Дидакт» Марии Фадиной. Увидимся после рекламы. Новый год Новый год – это непременное праздничное застолье, а значит, самое время поспешить в торговый центр «Рябинушка» и приобрести лакомство для собственного новогоднего стола или в качестве небанального и изысканного презента. Придать празднику восточный колорит поможет отдел урюк-фундук, рахатлукум и халва, орехи и сухофрукты, пастила и пахлава, экзотическое варенье и чурчхела, неповторимый вкус знаменитых сладостей украсит любое новогоднее чаепитие. Здесь же идея для подарка – яркая посуда, расписанная вручную традиционными орнаментами, а достойную альтернативу привычным кулькам с конфетами составят сладкие подарочные наборы тарелки, каждая из которых, от совсем маленькой до огромной, уникальна. Новогодний праздник – хороший повод побаловать себя изысканными деликатесами. Загляните в сырную лавку – твердые и мягкие, с белой и голубой плесенью, с традиционным или экзотическим вкусом, с разнообразными добавками. Эти сыры станут настоящим центром вашего новогоднего застолья, а упакованные в нарядную коробку превратятся в оригинальный подарок, который никого не оставит равнодушным. Классический новогодний деликатес, конечно же, икра. Хотите приобрести гарантированно качественный продукт, без риска получить подделку – тогда вам в отдел рыболюбов. Икра красная – горбуши, кижучи, киты, нерки – от лучших производителей из Камчатки. Икра черная – осетровая и стерляжья. Достойное место на праздничном столе займут и другие рыбные деликатесы и морепродукты. Например, обратите внимание на лососевые рулеты для запекания или астраханские рыбные консервы в стеклянных банках. Новогодние праздники – хорошее время для домашних посиделок. Посвятите эти мгновения своим родным и близким, а о вкусных угощениях позаботится отдел плюшки-ватрушки. Ароматная румяная выпечка подарит вам атмосферу тепла и уюта. Здесь есть лакомства на любой вкус. Пироги и пирожки с разными начинками – сладкими и несладкими. Торты и пирожные, пиццы и слойки, печенье и ремесленный хлеб по собственным рецептам. Принимаются заказы по телефону 53 10 10. Если вы хотите сделать вкусный новогодний презент, но затрудняетесь с выбором, вручите подарочный сертификат. Их можно приобрести в каждом отделе и на разные суммы. Торговый центр «Рябинушка» ждет за покупками и желает вам вкусного Нового года! Японская спецтехника «КамАЦУ» от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12 Создайте новогоднее праздничное настроение себе и своим близким вместе с телерадиокомпанией «Заречный». Примите участие в конкурсе «Дед Мороза вызывали». Высылайте фотографии в образах Деда Мороза и Снегурочки на сайт городзет.инфо до 28 декабря. Победителей ждут подарки от спонсоров. Подробная информация в разделе «Дед Мороза вызывали» на сайте городзет. Без возрастных ограничений. Второй блок «Беларусь КС» готовят к физпуску. Ракета-носитель «Протон-М» залетела с разгонным блоком «Росатома». В «Электростале» прошел форум лидера ПСР. Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречный» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Мария Фальзина, победитель конкурса учителей проекта «Школа Росатома». Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Александровна, прежде всего хочу вас поздравить с победой. Я думаю, такой для вас предновогодний подарок был, да? Да, спасибо. Который вы преподнесли сами себе и всему «Заречному», и всей системе образования «Заречного». Вот скажите, пожалуйста, победа в конкурсе учителей, причем в номинации «Мэтр». Вот что это было для вас? Как и любой конкурс проекта «Школа Росатома», это, прежде всего, испытание, вызов, наверное, который пришлось преодолеть, открыть в себе что-то новое, открыть в детях что-то новое, потому что необходимо было взаимодействовать, хоть и онлайн, но с ними тоже, узнать какие-то новые вещи о себе. Гордитесь? Вот так вот, по-честному. Честно, горжусь, горжусь своей командой, горжусь детьми, которые очень себя проявили с положительной стороны. Конечно, горжусь. Вы же не впервые участвуете в конкурсах профессионального мастерства. Какие еще у вас были участия в конкурсах? Каких? Был конкурс «Учитель года». Все, больше нет. В проекте «Школа Росатома» вы же тоже участвуете? В проекте «Школа Росатома», да, в 2013 году. Я тоже становилась победителем в этом же конкурсе, поэтому в этом году уже участвовала в номинации «Мэтр». Сложнее вот в этой номинации участвовать? Все-таки название обязывает, да? Да, сложнее было участвовать, потому что, когда ты участвуешь в номинации «Мэтр», уже и эксперты смотрят немножечко более требовательно, скажем, уже смотрят по-другому конкурсанты и уже сам к себе строже, наверное, относишься, задаешь более высокую планку, ставишь более грандиозные цели. Скажите, пожалуйста, вот в этом году конкурс проходил он так в нескольких форматах, насколько я понимаю, да, и оффлайн, и онлайн. Вот о том, как проходил конкурс, несколько слов. Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Первый – это заочный, когда эксперт рассматривает только документацию, которую мы подаем. Второй – это дистанционный этап, когда необходимо наладить взаимодействие онлайн в течение 15 минут, объяснить свои идеи и выполнить задания, которые присылают организаторы. И третий этап – это очный, финал уже. Он проходит либо в городах в присутствии госкорпорации «Росатом», либо, вот как в этом году, в Москве. Какой из этапов конкурса был для вас самым сложным? Самый сложный, конечно, это очный этап, потому что, во-первых, это проходит в очень сжатые сроки. За полтора дня у нас прошло семь конкурсов. Соответственно, нужно было очень быстро реагировать, очень быстро показывать результаты. И, соответственно, здесь же рядом находятся эксперты. Некому обратиться за помощью, не у кого спросить совета какого-то. Соответственно, нужно действовать здесь и сейчас. Какие наработки своих коллег? Ну, коллег. Не конкурентов, да? Или все-таки конкуренция была? Конкуренция. Я не могу сказать, что в конкурсе «Росатома», школа «Росатома» какая-то очень жесткая конкуренция. Все-таки больше, наверное, как коллеги. Это больше, знаете, такое не конкурс, а сообщество заинтересованных людей. И все действительно искренне радуются, когда находят какую-то истину в педагогике, в методике, потому что это действительно сложно. Вот какой из наработок, из идей своих коллег вы взяли бы себе на вооружение? Что вам понравилось? Есть такие идеи, но пока не хотелось бы раскрывать, потому что, естественно, это все связано с детьми, и хотелось бы, чтобы для них это было сюрпризом. Скажите, вот сложнее вам преподавать, работать с детьми? Ведь все-таки русский язык и литература – это достаточно сложный, особенно сейчас, в современную эпоху, предмет. Или вот сложнее со взрослыми, участие в конкурсе? Что вам легче дается и где интереснее вам? Однозначно легче и интереснее с детьми, потому что они очень искренние, они очень отзывчивые, их так легко удивить, заинтересовать. И когда ты смотришь в их глаза, видишь ответ, ответную реакцию, заинтересованную, яркую, непосредственную, вот тогда действительно ты понимаешь смысл своей работы. А какие свои наработки, основные, самые, на ваш взгляд, интересные и прогрессивные, вы представляли на конкурсе? Мы рассказывали, мы – это я вместе с командой, потому что участие в любом конкурсе – это участие, прежде всего, команды, которая находится рядом с тобой, вместе с тобой, за тобой, может быть, даже. Мы представляли технологию действования, которую мы сами придумали, которую мы реализовываем на протяжении нескольких лет и в учебном процессе, и в воспитательном процессе, и которая очень ярко дает возможность детям реализовать себя, проявить себя не только как ученикам, но и как разносторонним личностям. Эти наработки, вот вы сказали, они уже на протяжении многих лет реализуются, вот эти разработки, вы ими тоже поделились, да? Вот вы же общались с коллегами там. Да. Они были, я не говорю сейчас о членах жюри, да? А именно ваши коллеги, не эксперты, они такими же технологиями владеют, или для них это было чем-то новым, таким вот маленьким открытием из системы образования заречного? Знаете, в конкурсе участвуют люди с разным уровнем, скажем так, профессиональной подготовки, и поэтому для, да, для кого-то это было открытие, для кого-то это было ожидаемо, потому что в конкурсе школы Росатома дедакт звучит и звучит неоднократно, и те, кто участвует не первый год, знают уже, что дедакт... К тому же она базовая школа у нас есть по реализации проекта. Да, сетевая, да. Соответственно, дедакт именно этим и славится, и поэтому, ну, у всех было по-разному. Кто-то ожидал, кто-то открывал для себя, наверное. Как эксперты относятся к нам? Ну, я имею в виду к Заречному, да? Очень хорошо. Нет предвзятого такого? Предвзятого нет. Опять-таки, наверное, более, может быть, даже требовательно относятся, потому что одним из экспертов был Роман Викторович Селюков, который стоял, который был директором дедакта, который стоял у истоков развития данного конкурса. И, соответственно, конечно, ему же хочется увидеть какое-то продолжение, какое-то развитие. Поэтому, с одной стороны, да, он всегда говорит, что дедакт – это как первая любовь, а с другой стороны, требования к нам предъявляет несколько выше, наверное, даже, чем к другим школам. Скажите, пожалуйста, вот эта победа, она для вас просто принесла такое самоудовлетворение или это некий толчок к дальнейшему развитию? Любой конкурс – это, конечно же, определенный вызов себе и определенный толчок для дальнейшего развития. Наметились пути определенные, наметились новые форматы, способы взаимодействия. Я думаю, что мы будем продолжать сетевое взаимодействие с школами-участницами данного конкурса. Завязались хорошие знакомства, и вполне возможно, что в ближайшем времени мы организуем какое-либо совместное мероприятие. Отлично. А тогда вот еще вопрос. А на детей это как отражается? Им сложнее учиться в школе, которая является сетевой школой проекта «Школа Росатома» и где преподают победители конкурса профессионального мастерства? Не знаю, как им тяжело или нет. Мне кажется, наверное, им интереснее. Потому что один из этапов, опять-таки, нашего конкурса необходимо было наладить взаимодействие с детьми из другого города. Мне достался Лесной, а дети мои достались учителю из города Лесного. И задание было выдано в ночь с воскресенья на понедельник. Ну вот кто еще мог бы так откликнуться, как сделали это наши ученики, не спать ночь, встать рано утром, выполнить то задание, которое им было предложено. Наверное, все-таки интерес присутствует. Интерес присутствует не маленький, раз дети откликаются не потому, что это кто-то сказал, а потому, что это действительно интересно сделать. Ну и в завершение вопрос. Будете дальше стремиться к следующим ступеням? Будете еще участвовать в конкурсах? Ну, к сожалению, в этом конкурсе больше мне участвовать нельзя, то есть все ступени пройдены. Вы уже мэтр. Да, но, соответственно, есть конкурс педагогических команд. Мы участвовали в нем в прошлом году, заняли второе место, поэтому нам есть куда стремиться. Ну что ж, большое спасибо за участие в нашей программе, успехов вам, новых побед. Ну и большое вам спасибо еще за то, что вы учите наших ребятишек. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго и до встречи на канале Заречный. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!